На внеочередной сессии Краевого парламента почти вся повестка отражает наказы, полученные в Рио губернатора Олегом Кожемяка с территорий. Поездка по районам и селам помогли понять, в Приморье просели два важнейших аспекта уровня жизни – образование и здравоохранение. И вот они, внесенные в Краевой парламент по инициативе Олега Кожемяка законы об увеличении расходов на бесплатное питание школьников, о мерах социальной поддержки педагогов и молодых медиков, о дополнительных льготах для многодетных семей. Законы, принятые сегодня, начнут свою работу с 1 декабря. Александр Костенко отметил, что краевому бюджету добавят 5 миллиардов рублей федеральных средств. Все расходные обязательства будут исполнены. Это позволит и в текущем, и в 2019 году обеспечить новыми льготами детей войны и многодетные семьи, дать подъемные медицинским и педагогическим работникам. Меры поддержки уже будут действовать с 1 декабря 2018 года и будет право распространяться на тех, кто пришел уже в августе 2018 года на работу. Мы считаем, что это тоже справедливо, и эти меры поддержки были приняты. То же касается и молодых специалистов в области здравоохранения. Опять же скажу, потому что мы очень много, и вы сами об этом помните, часто говорили на сцене комитета о том, что если мы не создадим условия для привлечения молодых специалистов в образование, в здравоохранение, в культуру, молодых специалистов в области бюджета, то на самом деле мы рискуем потерять поколение. Расширенный социальный пакет для многодетных потребует дополнительных 259 миллионов рублей. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для многодетных увеличивается с 30 до 50 процентов. Кроме того, предложена компенсация расходов по оплате жилого помещения в размере 50 процентов и оплата взноса на капитальный ремонт в размере 100 процентов. Дольщики, чьи права нарушены, также получили законодательную поддержку по инициативе в Рио губернатора края. Единовременная выплата предоставляется при условии уступки Департаменту земельных и имущественных отношений своего права требования к недобросовестному застройщику. В настоящее время этим критериям соответствуют два проблемных объекта – на улице Кипарисовая, 26 и на улице 50 лет Октября в поселке Трудовое. Поскольку были указаны только несколько адресов, по которым принимался этот закон, то мы уже поставили задачу к следующему заседанию законодательного собрания нам предложить полностью весь перечень по тем, кто относится к категории обманутым дольщикам, по тем вариантам решения вопросов по каждому адресу, где у нас есть напряжение с людьми, которых в том или ином случае обманули или не защитили их права. Депутаты отметили, что предложенный губернатором пакет расходных обязательств на социальные нужды потянет на 11 миллиардов рублей. Ранее Олег Кожемяка уже пролоббировал принятие не менее важного для региона закона – о детях войны. А в конце ноября в парламенте края будет рассмотрен вопрос о возвращении прямых выборов глав районов и городов, а также будет принят бюджет на 2019 год уже с правками Кожемяка в рамках его социальных инициатив. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.